Когда Бог живет в нашем Духе, Он хочет вовлечь в это нашу душу. Наша душа – это сад, в котором находится сад нашего сердца. И подобно тому, как Эдем был Божьим садом, который олицетворял духовное измерение, физический сад к востоку от Эдема был земным измерением. Поскольку Бог обитает в нас и мы являемся Домом Божьим, наш Дух – это Эдемское место, где обитает Бог, но Он хочет прийти и наполнить нашу душу. Так вот, Он хочет прийти, и река жизни потечет из нашего Духа в нашу душу, в сад нашего сердца. Таким образом, весь процесс заключается в том, чтобы научиться культивировать, заботиться и развивать наше сердце в отношениях с Богом, которые приходят изнутри наружу, как Дух или Царство начинает наполнять нас. Вот это действительно и есть сад нашего сердца. И мы можем общаться с Богом там, и мы можем видеть все наше сердце целиком, потому что это трехмерная реальность. Мы говорим не о фигуральном выражении. Мой Дух больше, чем мое физическое тело. Мой Дух может окутать всю эту комнату целиком. Мой Дух может находиться в нескольких измерениях, он ничем не ограничен. Моя Душа также является духовным измерением, в котором я могу участвовать, и я могу познать Бога в этом саду, и я могу быть хорошо орошаемым садом, и жизнь может течь через меня. Потому что реки живой воды должны выходить наружу, чтобы поливать землю водой. Так вот, река жизни, которая текла в сад Адама, разделилась на четыре реки и вытекла на землю. Это изображение реки жизни, текущей в сад нашего сердца и вытекающей из четырех, в сад нашего сердца, которые представляют собой области нашей жизни. Близость с Богом, чтобы поливать землю водой, чтобы реки живой воды могли течь через нас, принося жизнь, куда бы они ни направлялись. Так как же ты возделываешь сад своего сердца? Перейдем к следующему вопросу, который является хорошим продолжением. По сути, ты сажаешь семена свидетельства о своих отношениях с Богом, и своем опыте этих отношений, они приносят плоды и прорастают. А затем этот плод становится свидетельством, которое ты носишь с собой, которым живешь и которым можешь делиться. Так что ты действительно можешь выбрать именно то, чтобы посадить эти семена, и посмотреть, как они прорастут. Кроме того, ты можешь попрактиковаться в творчестве. Это твой сад, и ты можешь сделать так, чтобы он выглядел так, как тебе нравится. На Адама и Еву была возложена ответственность ухаживать за садом, и возделывать его. Они могли делать все, что им заблагорассудится. Поэтому в своем саду я создал участки, где растут деревья, которые мне нравятся, и создал участки, где мне нравятся цветы. А также есть тайные места, где я могу общаться с Богом. И у меня все еще есть это маленькое место, где растут дерево и качели, и оно просто расширяется, расширяется и расширяется по мере того, как я его выращиваю. Теперь мое сердце — это место, где течет жизнь, потому что в моем сердце живет любовь. И на самом деле мы культивируем любовь в нашем сердце, чтобы она могла изливаться наружу. У меня есть радость в моем сердце, у меня есть мир в моем сердце, потому что это все то, что, по словам Иисуса, должно быть у нас в наших отношениях с Ним.